Вы смотрите новости на 6 канале в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Полковника таможенной службы подозревают во взяточничестве. По данным регионального ФСБ, начальник Владимирского акцизного таможенного поста Анатолий Зрелов получал деньги за незаконное оформление дорогих иномарок в обход налоговых сборов. Только предприниматель из Александра Егор Бакарев трижды пользовался услугами нечистого на руку таможенника. В общей сложности сумма взятки составила 50 тысяч рублей и 500 долларов США. При этом стоимость автомобилей занижали, а документов на машины не было. Материалы дела сотрудники ФСБ передали Приволжскому следственному управлению на транспорте. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Если вина будет доказана, полковнику Зрелову грозит штраф с лишением права занимать высокие должности на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок от трех до семи лет с выплатой штрафа. Отрезаны от цивилизации. Жители сразу трех деревень в Суздальском районе требуют проложить дорогу к их населенным пунктам. Осенью и весной добраться ни в школу, ни в больницу люди не могут. Наша съемочная группа уже не первый раз отправилась в выселки. Ситуация с годами там не меняется. И каждый раз у чиновников новые отговорки. Ольга Федина поехала на помощь людям. Эти деревни постепенно вымирают. Катраях и Доржево и Выселки уже много лет отрезаны от мира, хотя от Владимира находятся всего в десятке километров. Сейчас там живут около ста человек. Те, у кого есть возможность, стараются покинуть забытый властью край. В деревнях нет ни газа, ни фапа, ни школы, ни детского сада. Нет даже магазина. Добраться до цивилизации для людей огромная проблема. Дорога до этих населенных пунктов больше напоминает полосу препятствий, преодолеть которую под силу только на внедорожнике или пешком. А проехать здесь после дождей становится вообще нереально. Жители уже много лет обивают пороги местных чиновников. Но хорошей дороги как не было, так и нет. Живем как изгои. Вот так я скажу. Живем рядом с городом, а никаких удобств нет. Электрички неизвестно как ходят. Автобус не дойдешь туда. А здесь нет. Скорая не приезжает. Это сам пожарники не ездят. Милицию здесь вообще не видим. Но никого не видим. Железнодорожная станция в Выселках – единственный островок цивилизации. Отсюда по утрам ходят электрички, на которых жители добираются на работу и в школу. Правда, в последнее время в расписании их становится все меньше. Сейчас ходят лишь шесть рейсов в день, а недавно отменили утреннюю электричку, что стало настоящей трагедией для людей. Тропинку рядом со станцией деревенские называют «дорогой жизни». Через лес по ней можно пешком дойти до поселка Лесной, оттуда уехать в город. Нина Карасева, чтобы вылечить больной зуб, должна преодолеть путь длиной шесть километров. Из больницы домой и обратно. К семи ездила на шестичасовой электричке, взяла талончик на час. А оттуда-то мне не на чем поехать. Пешком шла через лесное. 45 минут я прошла. Ну и теперь на час мне нужно успеть. Где-то надо выйти, полдвенадцатого тоже так же. Больше нет у нас никаких электричек. С десяти до семи вечера мы не можем уехать отсюда ни на чем. Следы от колес машин здесь можно увидеть нечасто. Проехать по деревенскому бездорожью могут лишь двое местных автолюбителей и автолавка, которая привозит продукты три раза в неделю. У нас ездит только моя машина и у соседа машина. Они вездеходы. Они привыкли уже по бездорожью. Другие машины иметь здесь невозможно. Ну, возможно иметь, конечно. Но они не ездят. Дождик прошел, все, машина встала. Снег выпал, машина встала. Каждый год чиновники обещают заняться проблемой и найти деньги на проект дороги и его реализацию. Но все время находятся причины, по которым жизненно важный для людей вопрос откладывается. Власть имущие не могут даже щебень выделить, чтобы отсыпать самые проблемные участки. Два года назад людям говорили, что делать дорогу не будут до тех пор, пока не сформируют инфраструктуру аэропорта Добрынская. Теперь же местные власти заявляют, что решение вопроса откладывается из-за строительства высокоскоростной магистрали Москва-Казань-Екатеринбург, которая пройдет поблизости. Да к тому же и денег в бюджете на деревенские дороги, как всегда, нет. Сделать можно, но я говорю, это все зависит, упирается в финансирование. Получается, люди жалуются, а дороги передавались, то занимались местной администрацией, то есть муниципальное образование. Теперь передали в район, оно так каждый раз перекладывается, перекладывается. О сроках в администрации уже даже не говорят. Вот такое получается развитие села по-владимирски. Ольга Федина, Константин Миронов, Шестой канал. Выступили против решения правительства. Владимирское профсоюзное объединение официально обратилось к президенту страны с требованием пересмотреть законопроект об отмене индексации пенсии в 2016 году. Речь идет о работающих пенсионерах. С такой инициативой Владимирский регион выступил в числе первых. Обращение уже направлено в Федерацию независимых профсоюзов России. А представитель Владимирского объединения Надежда Сухарникова напрямую предложила профсоюзам других регионов инициативу поддержать. В письме Путину обращается внимание на то, что правительственный законопроект, цитирую, является прямым нарушением Конституции Российской Федерации и ведет к дискриминации пенсионеров. В первую очередь правительству необходимо учесть, что большинство пенсионеров продолжает трудиться не от хорошей жизни, а от того, что имеющейся уже пенсии не хватает даже на средний уровень потребления. И более того, многие пенсионеры задействованы именно на низкоплачиваемых должностях. На Владимире под петицией президенту России подписались 25 тысяч человек. Среди них работники здравоохранения, промышленных предприятий, культурной сферы и образования. То есть практически все представители профсоюзных организаций региона. Руководство Горьковской железной дороги дало ответ. Речь идет о котельной, которая работает на Мазуте. Напомню, на этой неделе наша съемочная группа общалась с жителями улицы Вокзальной. Уже много лет люди страдают от неприятного соседства. Рядом с их домами работает котельная, которая топит мазутом. Ежегодно с началом отопительного сезона люди задыхаются от едкого запаха, который пробирается даже в их квартиры. Круглосуточно из трубы котельной валит черный дым, а копоть от него оседает на всем вокруг – земле, машинах и одежде. Лесные жители стараются не гулять в своих дворах и не сушить белье на улице. Я окна не открываю, вообще ни форточки, ничего. Даже дома дышать тяжело бывает. Это очень вредность большая. Ну, тяжело, плохо. Одна копоть. И вонь такая идет жуткая от котельной, от этой. На вопрос о том, возможен ли переход мазутной котельной на более экологичное топливо и когда это произойдет, руководство Горьковской железной дороги ответило так. Возможность перехода мазутной котельной на станции Владимир на более экологичный вид топлива существует с помощью подключения к тепловым сетям теплоснабжающей организации города Владимир. Дорогой определена точка подключения. Подготовлена техника экономической обоснования подключения. Прорабатывается вопрос финансирования этих работ в 2017 году. На 2016 год запланирован капитальный ремонт оборудования котельной, за счет чего планируется снизить концентрацию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Установили правила. Сегодня депутаты Горсовета приняли регламент своей работы на весь срок полномочий. Какие еще важные решения рассмотрели в Оранжевом доме и сколько времени народные избранники потратили на рассмотрение вопросов, расскажет Алексей Соков. Один час на 27 вопросов. В среднем за две минуты депутаты расправлялись с вынесенными на очередное заседание Горсовета вопросами. Такую крейсерскую скорость принятия единогласных решений глава города объяснила не безразличием депутатов, а непринципиальностью вопросов. Просто сегодня такая повестка. И обсуждения, которые проходили на комитетах, они были тоже единодушными, задавались вопросы, кто был на комитетах, кто присутствовал. Были тоже и некоторые бурные обсуждения. Но тем не менее, все-таки было принято единодушное решение практически по всем вопросам. Сегодня же единодушно депутаты приняли один из основных своих внутренних документов – регламент работы. До последнего момента в кулуарах ходили слухи, что новый состав Горсовета хочет запретить журналистам присутствовать на заседании комитетов. Именно там жарко и обсуждают, как правило, народные избранники те или иные вопросы. Но от этой идеи все-таки отказались. Правда, у депутатов к СМИ есть пожелания. Предложение было, чтобы все-таки с нами работали профессионалы. И это было все построено на уважении, на доверии. И для того, чтобы, наверное, наши СМИ не выдавали информацию, которая еще в обсуждении. Что до заседания Совета, то почти все решения принимались без обсуждения. Четыре раза вопросы задал лишь депутат Борис Аверчук. Один из них касался капитального ремонта путепровода на улице Верхняя Дуброва. Ведь еще прошлый состав Горсовета планировал средства в бюджете, чтобы его отремонтировать. И даже средства областного бюджета привлекли. А теперь... В соответствии с переносом сроков исполнения капитального ремонта путепровода через железную и автомобильную дорогу по улице Верхняя Дуброва на 2016 год, постановлением администрации Владимирской области, муниципальному образованию город Владимир уменьшен объем суммсидий из областного бюджета на данные цели на сумму 16 миллионов рублей. Тем не менее, Сергей Литвинкин заверил, навсегда эти деньги у города не отберут, а выделят еще раз в следующем году. Поддержали народные избранники и продолжение обустройства пешеходной зоны на улице Георгиевская. Дополнительные средства депутаты выделили на изъятие земель у собственников участков в центре города. Еще один земельный вопрос касался налога на территорию под гаражом. Согласно решению прошлого Горсовета, пенсионеры имели право платить налог за землю под гаражом наполовину меньше, чем все остальные. Но образовалась юридическая коллизия. Формально ведь земля принадлежит кооперативу. На практике налоговые органы не применяют данную норму, мотивируя тем, что в отношении земельного участка, правообладателем которого является ГСК, невозможно применить льготную ставку. В данном проектном решении предлагается дать нашим пенсионерам, членам ГСК, 50% льготу по уплате земельного налога. Приняли их единогласно, а еще депутатам вместе с администрацией удалось договориться о снижении стоимости аренды катка в центральном парке города. Раньше за час занятий детей на льду в хоккейной секции город платил 12 тысяч. Теперь будет 10, но лишь в этом году. Что будет дальше, по словам главы города, пока неизвестно. К борьбе с террористами подключили даже таксистов. Водителям одного из Владимирских такси провели инструктаж на предмет бдительности. Теперь водители должны тщательнее смотреть по сторонам, нет ли на улице подозрительных предметов. Если заметят что-то неладное, звонить в полицию. Кроме этого, теперь таксисты должны проверять салон своего автомобиля после каждой поездки. Доставка наркотиков оригинальным путем. Житель Кольчугино пытался перебросить в киржачскую колонию психотропные вещества с помощью арбалета. Мужчину задержали у стены справительного учреждения. Пакетики он закреплял на стрелы с помощью скотча. Экспертиза показала, в них содержалось 6,5 граммов героина и столько же метадона. На допросе задержанный во всем признался. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За изнасилование с особой жестокостью в колонию строгого режима. В Муроме вынесен приговор 30-летнему мужчине. Установлено, что год назад гражданин Сорокин вместе с другом в течение 4 дней насиловал свою знакомую. Причем делал он это в присутствии ее несовершеннолетнего сына, удерживая их в квартире. За это преступление суд приговорил Сорокина к 5,5 годам заключения. Присвоила чужие тракторы. В Собинке возбуждено уголовное дело в отношении 43-летней жительницы района. Женщину подозревают в хищении вверенного ей имущества. Полицейскими установлено, что она приобрела в собственность дом и участок. По договоренности с ней прежний хозяин оставил там на хранение три трактора. Вернувшись, владелец не обнаружил техники на месте. Как оказалось, женщина один из них продала, а две другие машины сдала в пункт приема металла. Ущерб, причиненный владельцу, составил 170 тысяч рублей. 455 человек уже пополнили в этом году официальный список ВИЧ-инфицированных. За прошлый год с аналогичным диагнозом было выявлено чуть больше 300 человек. 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Во Владимире с 30 ноября по 5 декабря будет работать прямая телефонная линия. Позвонив по номерам 32 99 43 и 32 93 79, можно задать вопросы, связанные с проблемами ВИЧ. Сейчас официально на учете состоит чуть больше 2,5 тысяч инфицированных, но эти цифры, вероятно, больше. Управлять роботом силой мысли и разрабатывать приложения для смартфонов. Это доступно каждому владимирскому школьнику. Сегодня журналистам рассказали о возможностях и перспективах системы дополнительного образования. Как реализовать себя, узнали мои коллеги. Эти молодые ребята сегодня рассказывают о приложении для мобильного телефона, которое создали сами. Их проект – камера с двойной фокусировкой, которая будет полезна всем, кто использует свой андроид-смартфон в качестве фотоаппарата. Например, туристу, желающему запечатлеть себя на фоне какой-нибудь достопримечательности и получить качественное изображение. Не только своего лица, но и памятника. Идею ребята придумали сами, а для того, чтобы ее воплотить, записались в Центр образовательной робототехники. Два месяца слаженной работы под руководством преподавателя, и проект почти готов. Идея вообще пришла где-то месяца четыре назад. Просто как-то зашел разговор об этом, то, что было бы неплохо так сделать. Мы увидели подобную фотографию, сделанную в фотошопе. И пользователь, не каждый умеет в фотошопе работать, а эта программа как бы упрощает это. Центр робототехники начал работу летом, но уже привлекает внимание школьников. Занимаются здесь не только написанием приложений для мобильных телефонов. Этих роботов мальчики собирали и программировали сами. Один из учеников с помощью специального устройства управляет своей машиной даже не с помощью джойстика, а силой собственной мысли. Каждый ребенок приходит в Центр, чтобы сделать свой проект. Идею выбирают из предложенного списка или продумывают сами. Правда, длится обучение всего лишь два месяца и стоит денег. Мы занимаемся с ребятами от 8 до 18 лет. Основное направление это робототехника, начиная с лего и заканчивая уже более серьезными микроконтроллерами, приводами. То есть уже взрослой робототехникой. Кроме того, во Владимире работают школы социального лидерства, юных корреспондентов, музееведов, туристов. Уже много лет на базе лицея интерната номер один существует театр «Синяя птица». Преподаватели уверены, спектакль позволяет иначе посмотреть на художественное произведение и мотивировать ребенка к чтению. Сегодня ученики гуманитарного класса впервые перед публикой. Спектакль по творчеству Чехова готовили в течение трех месяцев. Мне очень нравится в этом театре. Я всегда мечтала выступать на сцене. И поэтому я узнала, что у нас есть в школе «Синяя птица». И поэтому я прошла конкурс и решила поучаствовать. Плюсы таких образовательных программ налицо. Ребенок из многообразия занятий может выбрать то, что ему действительно интересно. Всего же во Владимирской области работает 131 учреждение дополнительного образования, где обучаются более 100 тысяч детей. Валерия Саенко, Ольга Федина, Константин Миронов. Шестой канал. Новые возможности Владимирского бассейна. Городской центр здоровья начинает продвигать в массы усовершенствованную форму занятий физкультурой. Теперь горожане могут приходить туда всей семьей и в удобное для них время. Ждут спортивно-оздоровительные учреждения и сотрудников больших предприятий и представителей малого бизнеса. Для чего, расскажет Алексей Дудин. До недавнего времени тех, кто хочет держаться на воде, было больше, чем возможностей у спортивной школы плавания. Теперь родителям не надо ждать, пока освободится вакантное место. В городском центре здоровья открывают свою группу. Альтернативную. Опытные инструкторы будут обучать ребят с 7 лет. Можно начинать и с более раннего возраста. Причем вместе с ребенком заниматься будут и родители. По воскресным дням занятия родителей и детей. Дети, причем, могут плавать от 4 лет. Для пловцов все условия. Бассейн Намира один из самых больших в Владимире. Пробы воды здесь берут несколько раз в день. Следят за ее состоянием и температурой. Потому бассейн и пользуется у владимирцев популярностью. Он подходящий для плавания. Он широкий. Тут удобно плавать и обгонять других. В одном месте он как бы не очень глубокий, а в другом уже глубокий. Новшество руководство подготовило и для тех, кто посещает группы здоровья. Теперь последователи здорового образа жизни могут ходить на так называемые занятия по выбору. И если в обычных группах полуторачасовой урок физкультуры разделен на две части. ОФП и плавание с жестким расписанием. То в новом виде занятий все время можно проводить в воде. Да и расписание там удобней для многих категорий граждан. В этом году открыта новая группа, относительно новая группа. С количеством занятий по выбору. Когда люди имеют возможность за меньшую цену посетить группу здоровья. Занятия либо в 7, либо в 12, либо в 20.00. Большим спросом у посетителей городского центра здоровья пользуются и залы. Этим летом в большом спортивном зале сделали косметический ремонт. Также здесь оборудован тренажерный зал. Ранее это было подсобное помещение. Теперь здесь укрепляют мышечную массу. В самом же зале обновили разметку и повесили разделительную сетку. Все это сделали в преддверии нового года не случайно. Планируем предложить нашим всем учреждениям, предприятиям, предпринимателям такую форму занятий, как спортивные корпоративы. Чтобы у нас, допустим, не только в ресторанах и в каких-то кафе это проходило, а именно в нашем городском центре здоровья. В том числе и в этом зале, и в большом зале. Эстафеты, а также состязания по мини-футболу, волейболу, стритболу. Отличная альтернатива посиделкам в кафе, говорят руководители городского центра здоровья. Ждут они в своем спортивно-оздоровительном учреждении и студентов, чтобы те вечерами не по улицам слонялись, а спортом занимались. После девяти вечера этой категории граждан предусмотрена скидка в 50%. Кстати, в новогодние праздники городской центр здоровья будет работать со 2 января. Алексей Дудин, Александр Мажаров, 6 канал. Это все, о чем мы вам успели сегодня рассказать. Если у вас есть интересная информация, звоните нам 36 66 66, и вы тоже можете стать героем нашей программы. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин